Всем привет, меня зовут Дмитрий и сегодня мы с вами добавим к нашему облаку почтовый сервер MailCow. И первое, о чем я хотел с вами поговорить, это об обратной зоне ДНС. Или как ее еще называют, PTR-запись. Теперь в нашем современном интернете со спамом борется очень жестко. Если у вас не будет этой PTR-записи, тогда принимающий сервер ваше письмо с вероятностью 90% отправит в спам. Итак, давайте проверим, что такое PTR-запись. Зайдем на Вики и видим обращение к особой доменной зоне для определения имени узла по его IP-адресу с помощью PTR-записи. Итак, видим IP-версия 4-адрес превращается вот в такой. Либо, если мы берем конкретный адрес нашего сервера, статический, это будет его PTR-запись. Мы видим, что здесь PTR-запись ссылается на host1.examble.net. Если учесть, что этот хвост именно наш, который нам нужен, то это верная PTR-запись. У вас же будет PTR-запись примерно такого вида. Это ваша будет PTR-запись, которую вы получите от вашего провайдера. Но как нам вот этот хвост этой записи переделать на наш домен? Делается это очень просто и в то же время сложно. То есть вам нужно связаться с вашим провайдером и уточнить такую возможность добавления PTR-записи к вашему статическому IP-адресу. К примеру, провайдер МГТС предоставляет такую услугу. Но есть куча других провайдеров, которые остаются под вопросом. Поэтому прежде чем создавать ваш почтовый сервер, вы должны выяснить, возможно ли к вашему статическому IP-адресу добавить PTR-записи вашего почтового домена. То есть mail.example.ru, к примеру. Давайте посмотрим на примере, как определяет сервер PTR-запись и как он ее фильтрует. Вот на картинке видно, что первые компьютеры, представим, что это сервер клиента, которому вы отправляете письмо. Это же DNS-сервер и его провайдера. Письмо с вашего сервера прилетает на этот почтовый сервер и делает запрос на DNS-сервер, тем самым проверяя вашу PTR-запись и видит, что зона обратного просмотра вот такого формата 1.168.192 и тому подобное, а данные зоны client1.proseware.com, ну здесь может быть ваш домен. И если данные зоны совпадают с вашим доменом, тогда этот сервер пропускает это письмо. Если же он не совпадает, то есть вместо клиента 1.proseware.com будет разнообразные цифры и буквы, то письмо ваше будет заблокировано и попадет в спам. Давайте представим, что наш провайдер запретил добавлять PTR-запись нашего домена к нашему IP-адресу. Но на это тоже есть выход. Мы можем арендовать дешевый VPS VDS-сервер буквально за 3 доллара в месяц. Также сразу советую уточнить в техподдержке про PTR-запись. Если все нормально, вы просто вешаете почтовый сервер на облачный VDS. Устанавливать мы будем по инструкции из интернета. Это сайт its.defislife.ru И первое, с чего мы начнем с установкой докер-композа на наш сервер. Так, перейдем к инструкции. Подключаемся по SSH к нашему серверу и устанавливаем докер-композ. Далее, установим права на наши. Сделаем сим-линк на запускаемый файл. И давайте проверим. Версия 1.24. Отлично. Далее, открываем нашу инструкцию. Если вы используете вашего домашнего провайдера, то вам нужно будет открыть вот эти порты. Как это сделать, сейчас я вам покажу. На примере провайдера МГТС. Заходим в настройки роутера. Дальше в NAT и в порт маппинг. Перенаправление порту. И здесь мы пробрасываем порты. Включаем галочки. Не забываем включить. Делаем все по аналогии, как на картинке. Сохраняем и применяем. Далее, нам нужно также сделать все записи для нашего почтового сервера. Это делается на вашем домене. Заходите в управление зоной DNS. И далее, делаете все записи на ваш домен. Это auto-discover, TCP, тип записи SRV, единица. Потом дальше идет порт. И дальше почтовый домен. Также call devs, card devs, demarc запись. Ее генерируете из инструкции, которую мы с вами здесь вот будем смотреть. Domain key, то же самое. IMAP, IMAPS, POP3, POP3S. Все эти записи вам нужно будет добавить в ваш домен по аналогии с этой картинке. Также вам нужно будет, самая главная запись, это на поддомен mail, тип записи A, на ваш IP адрес сервера, прикрепить ваш домен к вашему серверу. И еще, тоже самая главная запись, помимо DNS серверов, которые вам будет предоставлять ваш провайдер домена, вы будете еще должны добавить MX запись к вашему домену. То есть на корень домена мы прикрепляем MX запись на наш почтовый сервер mail.vashserver.ru, к примеру. То есть мы будем ссылаться вот на этот mail, тип записи A, то есть на ваш прямой статический IP адрес. И также вам нужно будет добавить SPF запись. На ваш корень домена добавляем txt запись, вот с содержанием такой строки. Где ее взять, сейчас вам покажу. Заходим в SPF wizard, вбиваем ваш домен, здесь добавляем ваш IP адрес и предоставляем разрешение на вот эти вот пункты. Подтверждаем и подтверждаем. В верхней строке у вас будет генерироваться ваша SPF запись. Ее мы копируем и добавляем в нашу зону DNS. Итак, давайте перейдем к установке. Клонируем репозиторий. Заходим в нашу папку. Запускаем генератор конфига. Вводим наш почтовый сервер, к примеру. mail.poczserver.co.ru Timezone. OSCO. Здесь он спрашивает, включать ли антивирус для вашего почтового сервера. Если он у вас слабенький, то лучше не включать. Я не буду этого делать, но если у вас почтовый сервер достаточно мощный, то лучше это сделать. Так, мы сгенерировали конфиг. Давайте его отредактируем. Здесь нам надо поменять наш HTTPS порт, потому что на нем у нас висит NextCloud. Сделаем 8443 и вместо 80 порта поставим 8080. Далее все порты оставляем как есть. Сохраняем. Ctrl-O и Ctrl-X выходим. Теперь давайте приступим к сборке. Копируем вот эту строку. Не забываем про суды. Подождем, пока все спулится. Все образы скачались. Теперь обновим. Так, подтверждаем. Так, как я понял, оно сразу запустилось. Установим Docker Compose. И запустим заново. Так, здесь еще написано, что часть персистентных данных хранится в Docker Volumes. Давайте посмотрим. Вот мы видим их список. Теперь нам нужно перейти по адресу. У вас же это будет свой адрес, типа mail.vashdomen.ru, к примеру. У меня же это будет IP-адрес. Так, мы попадаем в панель управления. Mail.co. Убираем русский язык. Вводим пароли с логинами. Попадаем в панель управления. Здесь написано, чтобы не ругался на сертификат. Меняем его в конфигах PostFix на свой. Для вашего домена mail.vashdomen.ru вы можете получить сертификат через Let's Encrypt. Вот по первой ссылке мы видим инструкцию, как это делается. Это достаточно все просто и элементарно. Также там есть автоматическое продление. В общем, несложно разобраться. Так, давайте дальше продолжим. Далее добавляем почтовые домены. Сразу можем изменить имя пользователя на уникальные. Далее заходим в конфигурацию почтовой ящики. Добавляем домен. Так, добавим домен и перезагрузим панель доступа к почтовому ящику. Так, создадим почтовый ящик. Далее добавляем таким запись. То заходим в конфигурацию администрирования. Конфигурация 1024. Итак, добавили таким ключ. Этот ключ, как вы помните, у нас присутствовала в записях DNS. Вот эта запись. Вот сюда вам нужно будет добавить. Добавляем рилей. Добавляем рилей. Это не обязательно. Так, и можем зайти в наш почтовый ящик. Выбираем Apps. So go. В дальнейшем мы будем заходить через NextCloud. Так, наш почтовый ящик. Все, теперь мы в интерфейсе. Интерфейс простой и удобный. Теперь остается настроить нашу почту, чтобы она не попадала в спам. Настройка DNS записи. Почтовый домен будет. У нас это mail.poczserver.cov. Здесь приведен список всех записей. Отсюда вы можете копировать, подставлять свои данные. Верхние записи это типа A на ваш IP-адрес. У вас это будет mail.varserver.com И ваш IP-шник. И обязательно MX-запись добавляете с вашим IP-адресом. Посмотреть вы можете из той же картинки в начале видео. Итак, таким текстовой записи вы уже видели. Вот эти записи можете добавить по аналогии. Просто копируете ваш ключ. Вот этот. И вводите вот эти поддомены. Вот здесь ошибка небольшая. Здесь пробел должен быть. Вот тут. Также добавляете MX для почтового домена. Добавляете A-запись. Это, как я и говорил. Вот здесь продублировано. Это то же самое. Здесь вы добавляете тип A на ваш IP-адрес. Здесь же запись MX. Здесь вы делаете связку вашего домена, на котором будет доступен почтовой сервер и ваша MX-запись. Далее SPF-запись вы генерируете по этой ссылке. Добавляете также TX-записи на вашу MX и на вашу SPF. Если вы вдруг обнаружите, что у вас в настройках DNS-записей нету записей типа SPF или еще какие-то, просто добавляете TXT-запись. После того, как зоны DNS обновятся и все ваши записи будут доступны, вы можете проверить их вот этой командой. И должно у вас возвращать вот эту запись. То есть mail.vashdomen.mail.ishandledby. И ваша MX-запись. Проверите DMARC-запись вы можете этой командой. Далее, в принципе, не обязательно, но стоит это сделать. Это вы регистрируете свой почтовый сервер в почтовом сервисе Google. Также добавляете TX-запись, предоставленную Google, в ваш домен и нажимаете далее. Проверить все ваши настройки вы можете на сайте mxtoolbox.com. Давайте проверим, к примеру, subarumotor.ru. Как мы видим, здесь недобавлены DMARC-записи. И вы можете здесь же проверить свой адрес на блэк-лист. Если у вас по каким-то причинам ваш IP-адрес попал в блэк-лист, то вы удаляете из списка. Как это делается? Вот, допустим, IP-шник попал в писы касса. С правой стороны здесь будет remove. Просто жмете и проходите по инструкции. Теперь, чтобы подключить наш почтовый адрес к NextCloud, переходим в приложение. Далее в офис и текст. И включаем приложение Mail. Теперь сверху у вас появился конвертик почта. Заходим в него. И вводим наш e-mail. И далее у вас открывается красивый интерфейс, подобие вот этого. Теперь я вам расскажу про сайт mail.cao.github.io. Это документация для почтового сервера. Здесь вы можете найти подробную информацию по установке, по обновлению, по миграции, первые шаги, к примеру, получение сертификатов и прочую информацию, которая вам может пригодиться. На этом мы закончили настраивать наш почтовый сервер. Если у кого-то возникли вопросы, можете задавать в комментариях. Всем спасибо, кто смотрел видео. О следующем я расскажу про базу знаний. Всем спасибо, всем пока.